Повысить значимость и роль жильцов в программе капитального ремонта. Итоги и задачи проводимой работы обсудили в общественной палате республики. Завершился важный этап жизни. Выпускники простились со школой яркими и веселыми мероприятиями проводили молодых людей во взрослую жизнь. С размахом отметили и день молодежи. Фестиваль в Черкесске прошел в парке «Зеленый остров» и его посетили более 5000 участников. Квесты группа о правилах безопасности дорожного движения провели сотрудники ОГИБДД, Управление образования и движение «Родительский патруль». Здравствуйте на телеканале «Россия-24» Вести Карачева-Черкесия. Сегодня памятная дата в России – День ветеранов боевых действий. Глава Карачева-Черкесия обратился к жителям республики. Во все времена наших защитников, отечества, настоящих героев и преданных своей стране патриотов отличали мужество, отвага и беззаветное служение Родине. Долг и честь для российских военнослужащих всегда были и остаются главными жизненными принципами, которыми они всегда руководствуются в борьбе за независимость своего государства как внутри страны, так и за ее пределами. Этим принципом верны наши бойцы, участники специальной военной операции, которые не просто самоотверженно отстаивают национальные интересы России, а показывают всему миру, что нашей великой многонациональной стране не страшны никакие натиски врагов. Сегодня мы отдаем дань памяти тем, кто воевал за нашу страну, выполнял свой долг по защите Отечества. Вечная память всем павшим в боях во имя отчизны, низкий поклон ветеранам боевых действий, вечные слова благодарности современным защитникам России за их мужество и великий подвиг, говорится в обращении главы республики. О повышении роли собственников многоквартирных домов в реализации программы капитального ремонта жилых домов в Черкесске говорили в общественной палате Карачева-Черкесии. Собравшиеся, обсудили итоги в этом направлении за 2023 год и определили задачи на предстоящие. Органы местного самоуправления и управляющие организации поднимали вопросы и жалобы собственников многоквартирных домов на основании их обращения. Но главная цель участников круглого стола – повысить значимость и роль жильцов в программе капитального ремонта более активно, чтобы вопросы, связанные с ремонтом, решались совместно с органами местного самоуправления и самими горожанами. Мы ставим вопрос общественности, общественная палата республики ставит вопрос более активного участия в программе капитального ремонта многоквартирных домов людей, общества, собственников жилья. Именно этот вопрос. К сожалению, на сегодняшний день у нас инициатива не такая большая собственников и их участие в управлении собственным общим имуществом дома. Подтянули вопрос ремонт лифтового хозяйства, кровель, инженерных сетей. На работы предстоит еще много. Но мы делаем, еще раз повторяю, упор, общественная палата республики делает упор на именно повышение активности собственников в реализации и участие их в реализации программы капитального ремонта. Около 600 выпускников Черкеска приняли участие в торжественном мероприятии, которым завершилась их школьная пора. О красочном представлении в парке «Зеленый остров» расскажет Артур Мхце. Яркие, эрудированные, лучшие. Такими каждый год запоминаются педагогам и родителям выпускники школ. Не исключение и те, кто завершил обучение в 2024. Для почти 600 11-классников Черкеска в парке «Зеленый остров» был организован выпускной бал. С несколькими ребятами нам удалось пообщаться на подступок к городскому оазису. Чем заполнится школьная пора? Веселыми учителями, уроками очень интересными. В первую очередь это одноклассники, по которым я буду очень скучать. Ну и сама школа. Очень крутое время. Очень много друзей новых, знакомых новых. В целом очень хорошо провел время. В принципе... Не жалко, что эта пора заканчивается? Не, ну в любом случае жалко, потому что начинается взрослая жизнь. Уже не будет таких беззаботных моментов, как сейчас. Далее было дефиле выпускников к амфитеатру. Красочное шествие под музыкальное сопровождение, флешмоб и отправленные воздушное плавание «Звездные шары». Такое начало представления никого не оставило равнодушным. Отпуская шары в невозвод, синий-синий, мы за ними едим словно в свет за мечтой. Мы одежда, мы светлая завтра России. Навсегда мы возвращаемся, детство с собой. В этот вечер именно выпускники были главными героями и самыми важными зрителями праздничного представления. Для них звучали поздравления, напутственные слова от руководителей республики и региональной столицы, преподавателей и юных школьников. Позвольте мне от имени главы Карачаево-Черкесской республики Рашида Борисовича Тимрезова поздравить вас с прохождением самого важного, главного жизненного пути. «Отдельно хотелось бы поздравить тех, кто прошел этот путь блестящий и получил золотые медали. За этим успехом лежит ваш труд и ваше упорство». Ну а затем торжественная часть бала плавно перетекла в концертную стадию. Перед молодежью выступали популярные эстрадные исполнители, песни которых знакомы подавляющему большинству находившихся на трибунах людей. На этих молодых, пока еще беззаботных лицах, можно было прочитать всю гамму эмоций. Радость от завершения важного этапа жизни и в то же время грусть из-за расставания с наставниками и одноклассниками. Впрочем, выпускной бал – это праздник, и на нем главные виновники торжества должны быть счастливыми. Впереди их ждет временами, возможно, сложная, но очень интересная дорога по жизни. Артур Махцем, Мухаммед Ташибоков, Вести, Карачаево, Черкесия. Общий городской выпускной бал состоялся и в Карачаевске на центральной площади имени Героя России Канамата Баташева. Красочное мероприятие организовали для 146 выпускников общеобразовательных организаций Карачаевского городского округа. Выпускной вечер подвел итог 11-летней школьной истории, крепкой дружбы, интересных открытий, первых побед и поражений. Юношей и девушек напутствовали мэр Карачаевска Марат Урусов, представители ветеранских и общественных организаций. Национальный танец «Безек и вальс» – неотъемлемая часть выпускного вечера и один из самых трогательных его моментов. Уже повзрослевшие десятки юношей и девушек кружились в последнем школьном танце, прощаясь с детством. Собравшиеся аплодировали им и желали доброго пути. Карачаево-Черкесии с размахом отметили и День молодежи, и молодым людям. Свои поздравления направил глава республики Рашид Тимрезов. Он отметил, что наш регион уже во второй год признан одним из лучших в сфере молодежной политики. Фестиваль молодежи в Черкесске, который прошел в парке «Зеленый остров», посетили более 5000 участников. Для них были организованы мастер-классы, выставки, игры и соревнования. Так, на площадке кастомизации участники фестиваля могли превратить свою одежду в уникальный и стильный наряд, проявить креативность и своими руками создать оригинальный принт. Также были развернуты площадки настольных игр, спортивные площадки, пленэр, где каждый мог взять в руки фломастер и нарисовать рисунок. Для любителей литературы работала площадка, на которой можно было обменять и обсудить книги. Авто-мото-выставка на фестивале молодежи собрала любителей дрифта, тюнинга, ретро-авто и мотоциклов. Масштабное мероприятие под эгидой Федерального дня молодежи впервые организуется на территории Крачева-Черкесии и реализуется при поддержке Росмолодежи и президентской платформы «Россия. Страна возможностей». Красногорская башня и ее окрестности в конце августа превратятся в машину времени. Памятник XIX века станет местом проведения исторического фестиваля «Кавказский рубеж» и с помощью историков-реконструкторов позволит всем желающим перенестись в атмосферу 200-летней давности. По задумке авторов, внутренний двор Красногорской башни превратится в этнодеревню, демонстрирующую быт и традиции коренных народов Крачева-Черкесии. Мастера традиционных ремесел и народных художественных промыслов продемонстрируют свои изделия, секреты изготовления которых дошли до нас из глубины веков. Особыми гостями фестиваля станут историки, реконструкторы, достоверно восстанавливающие оружие, одежду, экипировку, представители разных народов в разные времена, имевшие то или иное значение для нашей территории. Любителям активного досуга будет предоставлена возможность попробовать свои силы и ловкость в испытаниях, которые веками проходили прятки. На базе общеобразовательной школы села Кастахи-Тагурово Крачевского района прошла квест-игра по правилам безопасности дорожного движения. Образовательно-познавательный проект с говорящим названием «Безопасное детство» реализуется во взаимодействии ОГИБДД, Межмуниципального отдела внутренних дел Крачевски, Управление образования, районная администрация и движение «Родительский патруль». Оспаривать звание лучших знатоков правил безопасности дорожного движения вышли пять команд. Это представители общеобразовательных школ села Кастахи-Тагурово, поселка Новый Карачай, а также Верхние Тиберды, Хумары и Нижние Тиберды. Команда сформирована из числа отдыхающих в пришкольных лагерях. Для победы необходимо за наиболее короткое время пройти семь станций, объединенных общей тематикой. На каждой станции задания, решить которые можно только за счет хороших знаний ПДД. Для кого устанавливать? Для пешеходов. Молодец. Не так включать. Сигналить. Молодец. Место для отдыха. На сильный переход. Дети продемонстрировали хорошие знания дорожных знаков, отгадывали загадки, собирали пазлы. Ну а самая увлекательная для всех оказалась станция «Крокодил». Здесь капитанам команд нужно было без единого слова, исключительно жестами, довести остальным участникам заданный вопрос. Мероприятие прошло эмоционально насыщенно. Дети получили кучу позитивных эмоций, в том числе и профилактическую пользу. Сотрудники госавтоинспекции проводят такие мероприятия на регулярной основе. Все команды показали хорошие знания. Ну а призовые места распорелились в зависимости от того, за какое время удалось пройти задание и финишировать. После подведения итогов призовые места распорелились следующим образом. Первое место заняли школьники из поселка Новых Карачаев. На втором ребята из аула Хумыра. А замыкает тройку лидеров команда села Кастахи-Тагурово. Было очень интересно. Сложностей особо никаких не было, так как мы все это знаем, мы все проходили. Мы нервничали очень, но все-таки знали, что мы победим. Без подарков и грамот не одна команда не ушла. За активное участие и хорошие знания отметили всех участников. Ахмат Халкечев, Меха Каракелян, Вести Карачаево-Черкесия, Карачаевский район. А сейчас смотрите информационно-правовую программу «Вести дежурная часть» с Ахматом Халкечевым. Итоги за июнь. Здравствуйте. В эфире итоговый выпуск программы «Вести дежурная часть» Карачаева-Черкесия. Сотрудники ОМОН Управления Росгвардии по Карачаевой Черкесии обзвредили снаряд времен Великой Отечественной войны. Об опасной находке, обнаруженной в пойме реки Кубань, вблизи аула ПСШ-правоохранительные органы сообщил местный житель. Экстренно прибывшие на место специалисты Росгвардии идентифицировали предмет как снаряд минометной установки времен Великой Отечественной войны. Группа разминирования ОМОН «Мустанг» уничтожил боеприпас на месте накладным зарядом с соблюдением мер предосторожности. Добыча криптовалюты – дело непростое. 43-летний житель села Чапаевская намайнил себе уголовную статью. Энергоснабжающие компании причинили ущерб на сумму свыше 300 тысяч рублей. По версии полиции, подозреваемый совместно с неустановленными поколицами для обеспечения деятельности майнинговой фермы внес изменения в электрооборудование. Тем самым, организовав безусчетное потребление электроэнергии, прибор не отражал весь потребляемый объем. Следственным отделом по Прикубанскому району в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело. Сейчас проводятся оперативно-радостные мероприятия по установлению иных лиц, причастных к противоправной деятельности. Свыше 5 тысяч бутылок немаркированной водки обнаружили сотрудники республиканского МВД. Общая рыночная стоимость изъятой безакцизной продукции превысила миллион рублей. Возбуждено уголовное дело в отношении 56-летнего жителя Карачаевска. Он подозревается в приобретении хранения крупной партии немаркированной крепкой алкогольной продукции. Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Сотрудники полиции устанавливают других лиц, причастных к незаконному обороту алкогольной продукции. В Черкесии на базе спортивного комплекса «Спартак» сотрудники МВД по Карачаевой Черкесии провели профилактические беседы с воспитанниками секции по вольной борьбе. В своем выступлении Амина Хакунова в доступной форме поведала школьникам о погубном влиянии наркотиков на организм человека. Также она подчеркнула, что подростки достаточно быстро попадают в сильную зависимость, от которой избавиться самостоятельно уже невозможно. Кроме того, представитель полиции рассказала об ответственности за хранение, употребление и распространение наркотических веществ. Состоялось открытие нового блочно-модульного здания Центра лицензионно-разрешительной работы в Управлении Росгвардии по Карачаевой Черкесии. В торжественной церемонии приняли участие начальник главного управления государственного контроля и лицензионно-разрешительной работы Росгвардии генерал-полковник Анатолий Маликов и глава Карачаевой Черкесии Рашид Темрезов. Альбина Ламкова продолжит тему. В новом здании и легче работается новая мебель, новые компьютеры. Спасибо большое за такое прекрасное помещение. Работа очень важная, потому что это все-таки оборот гражданского оружия. Людям помогаем, рассказываем, как это все делать. Роман Чеглов трудится в ведомстве 14 лет. Служба требует высокой ответственности, мужества, полной самоотдачи и верности долгу и присяги. А деловые качества и профессионализм в выполнении поставленных задач позволяют сохранять стабильность в обеспечении общественного порядка и общественной безопасности на территории республики. Здание новое, но деятельность Центра лицензионна. Разрешительная работа Управления Росгвардии по Карачаевой Черкесии уже давно налажена. Подразделение ведет свою историю с 1969 года. Тогда был образован четвертое дело, и он относился к управлению административной службы милиции. Поздравить с новосельем сотрудников Центра прибыли начальник Главного управления государственного контроля и лицензиона разрешительной работы Росгвардии, генерал-полковник Анатолий Маликов и глава республики Рашид Тимрезов. Для гостей новоселы провели экскурсию. Рассказали о том, что для посетителей созданы комфортные условия. Центр оборудован современными терминалами электронной очереди, окнами приема граждан и специальными помещениями для охранения личных дел владельцев оружия и сотрудников частных охранных предприятий. Все рабочие места имеют доступ к системам централизованного учета оружия. Здесь сотрудники, которые осуществляют прием граждан. Здесь у нас помещение серверное находится. Осмотрев здание, направились в управление Росгвардии. Здесь состоялась официальная часть мероприятия. К руководящему составу обратился Анатолий Маликов. Он поздравил всех с важным событием, отметив, что новоселье – это всегда приятно. И сказав о том, что решение о строительстве новых блочно-модульных зданий Центра лицензионно-разрешительной работы было принято директором Федеральной службы войск Национальной гвардии Российской Федерации Виктором Золотовым. Я считаю, Нипа на слышке знает, что это такое наше подразделение, как они работают, в каких условиях работают. И как мы окажем услуги, как граждане, скажем, нас оценят, так будут оценивать все наши подразделения Росгвардии, в том числе и в Карачаево-Черкесии. Хотел отдельно сказать спасибо главе республики. Не только, кстати, за вот это все, но и как вы оказываете помощь сейчас, во время проведения специальной операции. Я не повысить это слово. Ваша заслуга то, что ни одна жизнь сохранена, это от дорогого стоит. Затем командующий округом вручил государственные награды личному составу Росгвардии в соответствии с указом президента России. Доварищ генерал-полковник, полковник повелился, для награждения прибыл. Роль сотрудников и военнослужащих ведомства в решении повседневных задач безопасности в регионе неоспорима. Сегодня подразделениями лицензионно-разрешительной работы республики осуществляется контроль за деятельностью 33 юридических лиц. Конечно, комфортные условия работы еще больше будут способствовать работоспособности каждого сотрудника, было сказано на торжестве. Прозвучали отдельные слова благодарности военнослужащим управления за мужество и доблесть, проявленные в ходе выполнения задач в зоне СВО, где многие из них уже бывали неоднократно, отметил глава республики. Когда человек работает в комфортных условиях, ему хочется и на работу приходить, и оказывать лучшие услуги населению. Все это, конечно, очень здорово. И я думаю, что мы, как поддерживали нашего управления Росгвардии по Карачаево-Черкесии, я имею в виду органы исполнительной, муниципальной власти, законодательной власти, так и будем это продолжать делать. Я здесь бываю достаточно часто. Хочу сказать, что многих знаю здесь лично и давно знаю. Коллектив очень слаженный, боевой. Глава региона выразил уверенность, что совместная работа в этом направлении будет продолжена, пожелав всем мира и благополучия. Отдельно поздравил тех, кто получил государственные награды. Альбина Ламкова, Либастана, Вести Карачаево-Черкесия. Пугающий рост киберпреступности отмечают правоохранительные органы. В числе приоритетов в работе с дистанционным мошенничеством – меры по повышению информированности населения. Этой теме был посвящен и круглый стол, который прошел в республиканском МВД с участием руководителей подразделений, киберполиции, представителей общественности и средств массовой информации. Фатима Даурова подробнее. С телефонными и интернет-мошенниками сталкивались практически все россияне. Карачаево-Черкесия – не исключение. По словам правоохранительной, с каждым годом число подобных преступлений растет. Мошенники совершенствуют схемы обмана. И несмотря на принимаемые меры, эффективность работы по пресечению раскрытия таких преступлений продолжает оставаться на низком уровне. В основном организаторы преступных схем и их исполнители, работающие в создаваемых колл-центрах, находятся за рубежом. Это осложняет изоблачение и задержание преступников. Только за январь и июнь текущего года в оперативную сводку МВД ПКЧР включено более тысячи фактов совершения преступлений с использованием ИТТ. А их раскрываемость не превышает 27,5%. Так, за пять месяцев 2024 года на территории нашей республики зарегистрировано 864 преступления данной категории. По аналогичному периоду прошлого года было 532 преступления. То есть рост составил плюс 62%. Преступление совершения в использовании ИТТ, а доля тяжких и особо тяжких ИТТ преступлений составила 7%. Специалисты отметили, что дистанционное мошенничество – это социально звучащая проблема. Злоумышленники похищают сбережения граждан в основном с банковских счетовых карт. А в некоторых случаях сумма потерь может исчисляться миллионами. За прошедший год общая сумма ущерба населения республики составила более 330 миллионов рублей. В профилактике подобных эксцессов задействованы сотрудники уголовного розыска, участковые, сотрудники районных отделов полиции и полицейские психологи. Проходят встречи, беседы с населением. Но этого явно недостаточно. Сотрудники в один голос заявляют, что только усиление профилактических мероприятий среди населения посредством подключения средств массовой информации, общественных организаций, образовательных учреждений увеличит объем владения информацией о способах мошенничества, что в свою очередь поможет уберечь людей от потенциального обмана. Предупрежден – значит вооружен. Начать с управления образованием, чтобы они по школам это распространили. Школьникам дать какие-то домашние задания, чтобы они провели профилактическую работу со своими родителями, дедушками и бабушками. Во-первых, дедушки и бабушки с удовольствием лишний раз пообщаются со своими внуками. Родители тоже лишний раз пообщаются. А дети потом в качестве домашнего задания докладываются о проделанной работе. То есть, с одной стороны, мы вовлекаем детей, они и сами самообразовываться будут. С другой стороны, у них воспитательный элемент, ответственность за своих старших. В рамках «Круглого стола» также обсудили сотрудничество с региональными и федеральными органами исполнительной власти, операторами сотовой связи, кредитными организациями, интернет-провайдерами. Но, как говорят сотрудники, самый эффективный способ борьбы с аферистами на удивление прост. Быть бдительным. И когда звонят с неизвестного номера, лучше вообще не брать трубку. Или на худой конец сбросить звонок. Фатима Дорова, Виктория Карпенко, Алибастанов, Вести, Карачаево, Черкесия. Что нужно знать о рекламных конструкциях? Эта тема стала поводом для встречи в Управлении Федеральной антимонопольной службы России по Карачаевой-Черкесии с представителями органов местного самоуправления республики. На совещании обсудили, как законно осуществить установку и эксплуатацию рекламных конструкций. Альбина Ламкова продолжит тему. Основная задача рекламной конструкции – привлечь внимание как можно большего количества людей. Отличная возможность повысить узнаваемость бренда и поиск новых клиентов – результат ее установки. И, несомненно, помогает бизнесу примелькаться и запомниться целевой аудиторией. Если логотипы и фирменный стиль компании видны на улице, люди поневоле ее запомнят. И, конечно, такая реклама работает, но при этом есть правила. К сожалению, их нарушают. Поэтому Федеральная антимонопольная служба поручила провести данное мероприятие, где и разъяснили, как это сделать по закону и не нарваться на штрафы. Надо сказать, что контроль за наружной рекламой в республике проводится на постоянной основе. Тем самым УФАС по Карачаевой-Черкесии обеспечивает равные условия для всех предпринимателей. Во избежание этих ошибок муниципалитеты обязаны утвердить и опубликовать схемы размещения рекламы, чтобы предприниматели могли ознакомиться с ними и участвовать в торгах. В 2015 году законом 43 РЗ полномочия были переданы по утверждению схемы размещения рекламной конструкции, а также по выдаче разрешений, аннулированию разрешений и демонтажу самовольно построенных рекламных конструкций переданы в адрес Минстроя, но за исключением мэрии и муниципального образования города Черкеска. Несоответствие установки рекламной конструкции в заявленном месте является основанием для отказа в выдаче разрешения на их установку и эксплуатацию. Мы довели до сведения органов власти о том, что неисполнение данной обязанности является нарушением статьи 15 закона о защите конкуренции, которое подразумевает под собой запрет на осуществление действий со стороны органов власти по ограничению конкуренции с выдачей соответствующих санкций со стороны антимонопольного органа, в частности это предупреждение. На совещании Нус Матакаев еще раз напомнил, что неисполнение предупреждения – это признак нарушения закона о защите конкуренции. Затем участники встречи озвучили замечания и предложения по усовершенствованию практик, которые будут учтены при дальнейшей работе по усилению контроля на рынке распространения наружной рекламы. Альбина Ламкова, Лейбастанов, Вести Карачаево, Черкесия. Лето, пора отпусков, каникул и активного отдыха. Особой популярностью среди молодежи пользуются самокаты, гироскутеры и другие средства индивидуальной мобильности, чтобы отдых был не только активным, но и безопасным. Сотрудники госавтоинспекции напоминают жителям республики о необходимости соблюдения правил дорожного движения. Алибаташев подробнее. Виктория Ющенко любит кататься на самокате. Летом для этого есть все условия – время и хорошая погода. В самокате очень нравится ездить, потому что это уникальный вид транспорта, так как можно расслабиться с друзьями, покататься, повеселиться. Ощущение приятное, когда катаешься. А ты знаешь, какую скорость на нем можно допустимую развивать? До 25 км в час. Ты соблюдаешь этот скоростной режим? Цель профилактических бесед – напомнить о правилах дорожного движения водителям средств индивидуальной мобильности. Электросамокатов, гидроскутеров, моноколес. Главное правило – не выезжать на дорогу. Автомагистраль. Пересекать проезжую часть можно только пешим ходом, говорят сотрудники госавтоинспекции. Посмотрел направо, убедился, что автомашин проезжающих на данном участке нет, только в этом случае можешь переходить, ведя за собой вот этот скутер в обязательном порядке. То есть проезжать на нем через проезжую часть категорически запрещается. Переходить через дорогу надо пешим ходом в обязательном порядке. Также хочется обратиться касаемо скорости движения. Максимально допустимая скорость движения управления на СИМ у нас 25 км в час. Самостоятельно управлять СИМами можно, начиная с 7 лет. Не все дети соблюдают правила, а это может привести к трагедии. Вообще, к сожалению, на территории Российской Федерации уже зафиксирован ряд фактов ДТП с участием в средствах мегальной мобильности, с летальным исходом в том числе и с тяжкими последствиями очень много ДТП. К счастью, у нас подобных дорожно-трассных происшествий на территории Карачао-Черкесской республики не было. И хотим сделать так, чтобы их не было вообще, в принципе, у нас никогда. Соблюдение правил дорожного движения позволит сделать летний отдых детей безопасным, сохранив их жизнь и здоровье. Али Баташев, Виктория Карпенко, Вести Карачаева, Черкесия. На этом наша информационная программа, посвященная правовым и криминальным новостям, завершена. С вами был Ахмат Волкечев. Спасибо вам за внимание и до встречи. Карачаево-Черкесскому филиалу университета «Синергия» 30 лет. Филиал – единственный негосударственный вуз на Северном Кавказе, который имеет лицензию по специальности «Лечебное дело» и выдает диплом государственного образца. «Лечебное дело» – одна из самых востребованных специальностей в медицине. Хочешь стать успешным врачом? Поступай в Карачаево-Черкесский филиал университета «Синергия». Вся информация о поступлении и обучении по адресу Черкесск, проспект Ленина, 83 или по телефону 2026-00. На высокооплачиваемую работу в ДРСУ, первый филиал ООО «Дорснап» требуются следующие специалисты. Машинист автогрейдера, машинист мини-погрузчика «Бобкат», механик по выпуску спецтехники, машинист катка асфальтного, машинист бульдозера, дорожный рабочий, асфальтобетонщик, мастер СМР, начальник участка. Обращаться по номеру 8-918-621-78-71.